Добрый день, приветствую всех в эфире программа Мое Слово, с вами я, ведущий программы Юрий Мацарский. Вести программу мне помогает сегодня мой коллега, главный редактор журнала НВ, Виталий Сыч. Виталик, привет, спасибо большое, что присоединился ко мне. Привет, Юра, здравствуйте, все традиционно. Напоминаем, да, что сегодня вышел свежий выпуск журнала, он уже есть в продаже, или в ближайшие пару часов появится в тех точках, где вы его покупаете обычно. То есть уже все, уже вышел журнал в обычную свою, вернулся к обычной своей жизни, уже печатается в бумаге и доступен для всех тех, кто хочет его купить. Но мы с тобой сегодня не столько и не только о журнале будем говорить. Поговорим о текущих событиях. Да, вот на днях Украинский институт социальных исследований имени Еременко опубликовал достаточно любопытную статистику об отношении украинцев к власти. И впервые за год президентства Владимира Зеленского 50% украинцев признались в том, что или полностью не доверяют Владимиру Зеленскому, или скорее не доверяют Владимиру Зеленскому. При этом баланс недоверия теперь в плюсе. То есть больше украинцев, те, которые вообще ему не доверяют, чем те, которые абсолютно не доверяют. Доверие и недоверие теперь отрицательные. Совершенно верно. Вот баланс этот оказался отрицательным. Скажи мне, пожалуйста, что происходит? То есть это же не какая-то невероятная история. Каждый президент Украины с течением времени сталкивался вот именно с тем, что ему отказывают в доверии. И более того, обычно это происходило как раз на первый год или там под конец первого года президента. Ну что происходит, Юра? Протрезвление происходит, озарение. На самом деле, правильно ты заметил, это довольно обычный тренд, когда рейтинг избранного президента сильно падает в первый год. На самом деле, почти во всех странах он падает после избрания, но в Украине он падает особенно сильно, потому что, как правило, очень много неоправданных надежд и ожиданий во время выбора президента происходит. Я лично удивлен, что рейтинг президента Зеленского держался так долго и очень высокий. Как правило, рейтинги Порошенко, Ющенко, Януковича падали в большей степени и быстрее. Все-таки что-то он сделал и чем-то он доверие людей и своих избирателей завоевал. И нужно признать, что заслуги есть. Я вчера буквально имел острую дискуссию с одним их, не буду называть его имя, бизнесменом, пылким поклонником Зеленского. И он мне перечислил 14 пунктов того, что было сделано. И я признаю, что что-то все-таки сделано было. Я сейчас, извини, я сейчас уточню. Тут вопрос в следующем. Это не рейтинг вот прям поддержки его. Это скорее вопрос доверия-недоверия. Более того, многие из тех, кто признается в том, что скорее не доверяют или вообще не доверяют, с большой долей вероятности, в случае, если выборы внезапно пройдут в ближайшее время, все равно проголосуют за Зеленского, потому что других альтернатив не видят. Вот в чем дело. Я понял уточнение. Я просто немножечко так и сдалека. То есть, несмотря на то, что кое-что все-таки сделано, как бы нужно признать, что мы же адекватные люди, мы расставляем акценты, не только критикуем, да. Тем не менее, я думаю, что многие разочарованы. Знаешь почему? Если ты вспомнишь опросы накануне избрания президента, там было три вещи, которые хотели люди от президента Зеленского. Больше всего три вещи, не знаю ли ты помнишь. Первое, это борьба с коррупцией, второе, это снижение тарифов, и третье, отдельный пункт выводилось, это депутатская неприкосновенность. Хотели ее убрать. Ну, правда, самым главным это было все-таки ожидание скорейшего завершения войны и возвращения оккупированных территорий, а уже потом вот эти вот моменты... Ну, возможно, это касалось экономической политики и качества жизни, но я видел именно вот эти три вещи. Ну, если еще добавить ожидания войны, то понятно, что война никакая не закончилась, все продолжается. Депутатскую неприкосновенность действительно убрали, да, появился закон об импичменте президента, это правда, но борьбы с коррупцией нет, есть имитация борьбы с коррупцией, тарифы не упали, а главное, то, что в самом широком смысле, чего хотели люди и по-прежнему хотят, это запрос на справедливость, да, ты понимаешь, то есть борьба с коррупцией, посадки, это все элементы запроса борьбы на справедливость. И если мы посмотрим вот сейчас, я думаю, до многих начало доходить, что особо справедливость как бы не посторжествовала. Зеленский не ездит на велосипедном кортеже. Ты видел видео, где он ездит в кортеже там из 10 мерседесов и лэнг-крустеров? Все, кто видели это видео, поняли, что история с велосипедом – это разводка. Ну, совсем вот такая, простая, как бы, да, визуально наглядная. Но история с велосипедом была в телевизионном сериале, который вообще очень мало отношения к реальности имеет. Но, это ты понимаешь, что имеет мало отношения к реальности, а многие думали, что вот так и будет. Теперь будет несистемный президент, человек, который все будет делать иначе, и даже кортеж у него будет другой. Может быть, велосипед – это образное мышление, но суть в том, что будет иначе. А вот тут увидели в Хмельницкой области, либо вот в Черниговской, по-моему, после Хмельницкого поехал. А там 10 лакированных мерседесов с мигалками, такого, что можно только у Рамзана Кадырова как бы увидеть. Вот тебе и велосипедный кортеж. Потом, Коля Тищенко в велюре сидит и работает, ему можно, а всем нельзя. Вот тебе запрос на справедливость получился, да? С чаем по 900 гривен за кружку. Все рестораторы в бешенстве теряют огромные деньги, не могут открыть свои рестораны, а Коля Тищенко можно. Значит, пленки Ермака, где брат прямым текстом говорит, что намекает на то, что за некоторые там услуги и прочее может помочь с назначением должностей, не расследуется. Президент говорит, что Ермак хороший парень. Ничего страшного в этом нет. Он точно это знает, что он хороший парень. А вот многие другие плохие парни, и ними нужно заниматься. Поэтому я думаю, что люди это видят. В целом, ожидания многие не оправдались, поэтому, в принципе, довольно логично, что уровень доверия президенту падает. Скажи мне, пожалуйста, но ведь это только первый год, впереди еще четыре года. То есть, есть еще масса шансов, есть масса возможностей, ну, что называется, исправиться, да? Конечно. И сделать... Причем неизвестно, в какую сторону, Юра. Что ты имеешь в виду? Ну, можно исправиться так, что рейтинг доверия до 10% упадет. Я имею в виду, что в самом начале президент Зеленский и его команда меня приятно впечатлили. Они набрали очень хорошую политическую динамику, много правильных заявлений и даже правильных шагов. Там кадровые вещи, импичмент президента закон, закон о рынке земли и прочее, прочее. А потом же эта динамика не просто остановилась, по-моему, пошел откат. По впечатлению очень многих людей, и в том числе за границей, и в Украине пошел откат. Поэтому, если такая динамика новая сохранится, то можно исправиться, в кавычках, до 10% уровня доверия. И так далее. Скажи мне, пожалуйста, почему вдруг пошел откат? Почему вдруг реформы затормозились? Почему вдруг та динамика, о которой ты говоришь, оказалась потеряна всего за год? Или даже меньше, чем за год? Ты знаешь, мы можем с тобой только гадать. Странным образом изменение курса и падение динамики совпало с увольнением главы офиса президента Андрея Богданова. Ты помнишь, да? В принципе, он многим казался странным парнем, со странными манерами. Но после его увольнения прогресс и реформаторский пыл как-то резко угас. И многие люди из системы, там, не знаю, глава фракции «Слуги народа», министры, с которыми я разговаривал, которые ушли, и говорят, что, в принципе, Богдан очень сильно давил в сторону преобразований рыночных, всячески им содействовал, хоть и своими странными способами, и в своей странной манере, но как бы задавал тональность, да, грубо говоря. Сейчас же пошел некий разброд и шатание, у президента появилось новое окружение, это Шефир и Ермак. Он сквозь призму их понимания окружающего мира воспринимает все, что происходит. Насколько они хорошо понимают процессы преобразования в стране, экономические реформы, вопрос открытый, я думаю, что не очень. Плюс президент все-таки, я думаю, немного устал. Он попал в классическую, такую, знаешь, ловушку, в которую попадает любой украинский президент. С одной стороны, нужно многое менять, с другой стороны, те, кого нужно менять, очень влиятельные и мощные, я имею в виду олигархов, да, Ренат Ахметов, Игорь Коломойский, там, Фирташ и прочие люди, даже Петр Порошенко можно причислить отчасти. У них большое политическое влияние, у них телеканалы, у них огромные предприятия, доля ВВП, у них целые группы в парламенте, и попробуй-то просто поменяй, да, поменяешь как бы все, будут тебя мочить на телевидении со всех сторон, будут голосовать против тебя в парламенте, что отчасти мы видим, происходит, да, даже там части группы «Слуги народа». Поэтому это тоже как бы вынуждает его к неким компромиссцам. Плюс у него появились кадровые проблемы, если ты заметил, он уволил правительство Гончарука и многих прогрессивных, скажем так, министров, там подали в Остапку, от Милованова до Маркаровой, уволили Герланова, уволили Нефедова, а новых-то найти не так просто. Кое-кого нашли, а кое-кто уже идти не хочет, поэтому президенты говорят, что у нас в стране кадровый голод. У нас нет кадрового голода в стране, у нас есть проблемы с тем, чтобы работать во власть с непонятными ориентирами, где тебя могут завтра вышвырнуть в угоду своему рейтингу. С этим у нас проблемы есть, с этим у всех будут проблемы. А в принципе квалифицированных кадров у нас в стране достаточно. Поэтому я думаю, вот эти факторы все вместе, они привели к такому некому, не к некому, а к сильному замедлению прогресса. Более того, пошли атаки на систему Прозора, о том, что может быть давайте ее все-таки уберем. Это система прозрачных закупок, которую хвалили все, как бы, да, там, эксперты в Украине. Пошли намеки на то, что, возможно, ЗНО будет отменено, или, по крайней мере, по этому какой-то, какие-то альтернативы. Многочисленные атаки на Набу. Орган, который считался, даже при Петре Порошенко, мы Петра Порошенко часто критиковали, если ты помнишь, да, а Набу хвалили за его искренние попытки, может и не всегда удачные, но бороться с коррупцией. Так вот, пошли атаки на Набу. Пошли, никто еще этого не заметил, это будет огромная история. Кстати, скоро, вот мы сейчас в журнале не занимаемся, пошли атаки на реформу управления корпоративом государственным сектором. Это имеется в виду госбанки, госкомпании. Выкидывают иностранных менеджеров под разными предлогами. Сейчас есть 9 законопроектов, чтобы убрать иностранцев из управления компаниями государственными огромными и поставить, конечно же, более дешевых, но и более ручных людей. Это, кстати, будет камнем преткновения в сотрудничестве с МВФ, огромным камнем преткновения, потому что там прописана реформа госуправления. Так вот, эти вещи начинаются разворачиваться в очень большой степени. Это в Укрнафте происходит сейчас, это вот произошло, ну, к счастью, на смену пышному во счет банки пришел другой профессионал хороший, но, в принципе, его выдавливали всячески. И там был кандидат от господина Коломойского, он не прошел, но тоже он получал очень много поддержки, в том числе от некоторых членов фракции «Слуги народа». Так что, если посмотреть в целом, то динамика замедлилась и даже немножечко пошел игресс, мне кажется. И это все видят. Смотри, у нас осталось чуть меньше двух минут до конца этой части, хочу у тебя уточнить. Ты сказал о том, что президент устал, возможно, это действительно так, но при этом он открытым текстом сказал, что не исключает для себя возможности пойти на второй срок. Да. Чего он раньше исключал. Да, да, что эти вещи друг с другом как-то слабо соотносятся. Устал на первый год, а собирается еще на пять лет продлить. Смотри, знаешь, что это означает? Это означает несколько вещей. Я когда-то был в Грузии в Тбилиси, когда президентом был Саакашвили. И мы видели тот масштаб реформ, преобразований, которые они сделали. Это было действительно феноменально. Там американские агентства описывали это, ну, рейтинговые агентства, знаешь, там, Мудис, Фичи и прочие, как самое глубокое и обширное преобразование в этой части света за последние 50 лет, там, со времен Сингапура, которое создали в Малайзии. Так вот, Саакашвили говорил, что все самые острые радикальные изменения нужно делать в первые два-три года, чтобы, ну, пока у тебя есть, во-первых, кредит доверия, а во-вторых, чтобы к концу твоего срока люди почувствовали отдачу уже, да, и ты мог переизбраться. Потому что потом уже, как бы, поздно. Плюс последний год, последние два, люди, президенты, они же политики, они уже думают о переизбрании, мыслят политическими категориями. Думают, как бы понравится, вместо того, чтобы что-то поменять. Потому что изменить это зачастую не всегда воспринимается с удовольствием, с радостью, с широкими массами. Люди хотят там низкие тарифы, люди хотят каких-то популистских обещаний и прочего, и, как бы, очень многие в это скатываются. Поэтому, по сути, это означает, что там треть или половину срока, отведенного ему для радикальных изменений, президент Зеленский уже, грубо говоря, провел, да, потратил. Дальше, если он хочет переизбираться, скорее всего, у него не будет возможности, там, четвертый, пятый год делать радикальные изменения, скорее всего, он втянется в компанию политическую, которая будет подразумевать совсем другие вещи. Не радикальные изменения рыночные, там, движения в сторону Польши, Словакии и Венгрии, а, грубо говоря, раздачу обещаний, социальные, благо, уровень, там, прочие, минимальные зарплаты. Я тебя прерываю, я тебя прерываю, нам нужно сделать короткий прерыв. Вернемся к нашему разговору после небольшой. Причем будем о Саакашвиле, ты о нем вспомнил, и как раз надо о нем еще чуть-чуть поговорить. Снова мы в эфире, снова Виталий Сыч, главный редактор журнала НВ, помогает мне вести программу «Мое слово». Как и обещали, переходим к Михаилу Саакашвиле. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации, сейчас возглавляет такую структуру под названием «Офис реформ», если мне память не изменяет. Он несколько дней назад дал интервью изданию «Гордон», в котором предупредил о каких-то возможных катастрофических последствиях для экономики страны, вплоть до того, что грозит голодом. Скажи мне, пожалуйста, Михаил Николаевич нагнетает? Михаил Николаевич каким-то образом пытается, не знаю, привлечь внимание к нереформированной экономике и таким образом показывает «Ребята, надо срочно реформировать, иначе будет плохо». Или у него действительно есть основания предполагать, что экономика катится в какие-то такие бездны, из которых сложно будет выбраться? Ну, ты знаешь, Михаил Саакашвили, в принципе, эмоциональный мужчина, поэтому он склонен к некоторой доле преувеличения. Я думаю, ты прав. Я думаю, он хочет привлечь внимание к тому, насколько тяжелая ситуация в экономике в Украине и к необходимости срочных мер. Мне кажется, он кричит о том, что тянуть больше нельзя, отступать больше некуда, а нужно делать там какие-то вещи, преобразования. В первую очередь, вряд ли он, он же госчиновник теперь, я не до конца понимаю полномочия этого офиса, кто там входит и что он может делать, но Саакашвили, теперь украинский госчиновник, вряд ли он пытается дискредитировать там свою команду и президенту. Я думаю, он скорее пытается привлечь внимание к необходимости срочных изменений. Ты знаешь, он сказал, помимо прочего, что он прочел некие пункты меморандума СМВФ, если я не ошибаюсь, и пришел в Угроз. Правильно? Да-да. Я на самом деле заинтересовался, что он имеет в виду, потому что я эти пункты, может быть, не читал и не знаком в такой степени, как он. То есть экономическую ситуацию, это я понимаю, но что он имеет в виду про голод, либо это там метафора, фигура речи, либо он имеет в виду какие-то серьезные вещи. Я позвонил своему старому приятелю Владу Рожковану, который является исполнительным директором МВФ в Вашингтоне, который, собственно, с той стороны этого меморандума, и знает больше, чем мы с тобой. Взял у него такое небольшое дружеское интервью, за что ему спасибо вчера, он между встречами метался. И он сказал, что, конечно, ситуация довольно тяжелая с Украиной. Даже не ситуация, а прогноз, проекция, что может происходить дальше. Он отметил несколько блоков вопросов, первый из которых это пандемия и вирус, что теперь становится понятным, что эта история не на два месяца, она надолго. И не только в Украине, но и в мире. Вирус от солнца не умирает, как некоторые предполагали. И проблема здесь в том, что отправить всех в карантин, в локдаун в Украине уже невозможно. Просто экономически невозможно. Мы были два месяца в карантине, даже, по-моему, три месяца закрыты, и экономика понесла... Первые карантинные меры были введены 12 марта, а сегодня 25 июня. 12 марта. Ну, вот читай, марта, апрель, май, ну, грубо говоря, больше трех месяцев. Поэтому экономика получила сильный удар. Сейчас прогноз, буквально вчера, когда мы с ним разговаривали, за 20 минут до этого МВФ обновил глобальный прогноз падения экономики, это 5%. До этого думали, будет 2%, теперь будет 5% падения глобальной экономики. В Украине ожидание теперь 8,5% падения ВВП в этом году. мы с тобой сделаем обновление нашего прогноза. Если помнишь, мы раньше обсуждали степень падения и тяжести удара для экономики и говорили о том, что это не будет так тяжело, как 2009 год и не будет так тяжело, как 2015 год. Так вот, учитывая новые обстоятельства, можно сделать поправку. Это не будет так тяжело, как 2009 год, когда было 15% падения экономики, но экономика получит такой же шок практически, как во время начала войны с Россией в 2015 году. Тогда экономика ВВП упала на 10%, сейчас мы ожидаем 8,5%. И то это 8,5%, если все будет дальше хорошо. То есть мы можем сравнить экономический шок и шок для населения, для нас всех по зарплатам, по покупательной способности с тем, что происходило в 2015 году. Так вот, он имеет в виду, что, кстати, Шмыгаль это говорил, то же самое, премьер-министр, что дальше продолжать карантин экономически уже тяжело. Страхи от экономических потерь уже будут перевешивать, страхи заболеть. В этом смысле Украина находится в непростой ситуации, потому что ты видел, несмотря на рекордный рост количества заболеваний, вот сегодня опять второй день подряд, почти тысячи в Украине, в Украине открываются рестораны, открываются другие вещи, кинотеатры, ну правда с некоторыми оговорками, но открываются. Именно потому, что бизнес уже больше не может терпеть и ждать. Слушай, да люди не могут терпеть ждать. Я вчера шел вечером в магазин, обнаружил, здесь у себя, я на окраине живу, толпы людей гуляют, с детьми, без детей, никто не соблюдает никакой социальной дистанции, маску увидеть невозможно. иначе такое было состояние паники в начале, когда все начиналось, тогда было по 300 инфицированных в день, сегодня у нас тысяча инфицированных в день, то есть ситуация втрое сложнее, но все чувствуют себя расслаблены, ну как бы даже я чувствую себя расслаблены, наверное это некая особенность психики, человек не может быть напряженным 4 месяца, но в целом понятно, что хотел сказать о шкалам, что с одной стороны закрыть страну больше уже нельзя, экономически невозможно, а с другой стороны эпидемиологическая ситуация может выйти из-под контроля. Вторая история это то, что мы входим в период, в фазу местных выборов с соответствующими всеми историями популистскими, люди будут хотеть понравиться, вместо того, чтобы заниматься экономикой и финансовой дисциплиной, потом он использовал такой термин, как на фоне падения доверия к власти, которое ты упоминал, кстати, происходит не федерализация, а феодализация, Украины, то есть намного большей популярностью начинают пользоваться местные князьки везде, в разных городах и областях, в Харькове, в Черкассах и прочее, то есть уровень какой-то несогласования, неподчинения с центром растет, уровень популярности этих людей растет, и это тоже такие центробежные силы не очень приятные. Извини, что я тебя перебью, а скажи мне, пожалуйста, а за счет чего растет популярность этих князьков? Тупо, прошу прощения, за счет гречки или есть какие-то более сложные какие-то объяснения этому процессу? Я думаю, что самое простое объяснение, самое очевидное, людям стало тяжело. Во-первых, тарифы не упали, во-вторых, экономический кризис, потеря рабочих мест, потеря за оплаты, карантин, скорее всего, ты видел как бунт Черкасского мэра, других мэров, которые обвинили Зеленского в некомпетентности, в излишних мерах предосторожности в отношении карантина и на этом фоне там зарабатывают какие-то местные политические очки. Поэтому, я думаю, у многих тяжелая экономическая ситуация с частью ассоциируется с новой командой политической, плюс тарифы не упали, вот и все. А местные люди критикуют Зеленского. Очень просто критиковать кого-то, кто оказался в тяжелой ситуации. Слушай, как интересно получается, посмотри, в прошлом году, весной и летом, чиновники в очередь становились, или там вонаби чиновники, те, кто хотел попасть во власть, в очередь становились для того, чтобы хотя бы каким-то боком примазаться к всей команде. А теперь в очередь становиться, чтобы покритиковать. Вот год прошел, да, вот год прошел и как все поменялось. Скажи мне, пожалуйста, а это может каким-то образом ударить по, еще сильнее ударить по доверию к власти? Тем более, что вот смотри, внутри самой власти то есть достаточно много одиозных персонажей. И те, кто собак предлагают продавать, и те, кто там вот последнее, совсем уж какие-то дикие там сексистские штуки себе позволяет произносить, а потом говорит, что это был монтаж. А ты о чем, Юра, уточни, может быть, не все понимают. Ты имеешь в виду диалог в Николаеве? Я имею в виду диалог в Николаеве между Рахами и все время забываю, как зовут. Кариненко, да, когда они обсуждали своих коллег женщин и позволяли себе какие-то совершенно невероятные истории. Поддутая женщина и прочее. Поддутая корабельная сосна и тому подобное. Да, 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 сейчас много мамок по этому поводу. Не, ну, конечно же, если уровень жизни, экономическая ситуация будет ухудшаться, это будет благодатной почвой для критики, причем местных чиновников и общенациональных чиновников, и ничего, конечно, хорошего это рейтингу президента не сулить. Так что в этом смысле, конечно, пандемия ему не на руку. Вообще пандемия мало кому на руку. Мне кажется, даже вот эта вот вера очень многих в то, что фармакологическая мафия на чем-то зарабатывает, мне кажется, никакой фармакологической, даже самой всесильной фармакологической мафии эта история не на руку, но кто-то там смог продать какое-то количество санитайзеров. Теории в Украине они цветут и пахнут традиционно. У нас все время думают, что кто-то спровоцировал там этот вирус специально, чтобы на нем либо чтобы Китай задвинуть куда-то там шухлядку экономическую, либо еще что-то. Ну, какое-то безумие. Это все, конечно же, бред. Ну, вот заканчивая разговор про МВФ, что имел в виду Саакашвили, да, поэтому Рашкован перечислил мне пунктов 6-7 о том, что ситуация, в принципе, пока еще терпимая, потому что если у нас 8,5% падения ВВП ожидается, то в Европе ожидается 10% во многих странах, да, вот, но они-то там как-то выживут, у них и фонды есть, точность у Украины небольшой. Плюс все вот эти политические факторы, надвигающиеся выборы, как он сказал, феодализация Украины, не путаясь федерализацией, да, деинституциализация, вот такой термин назвал, то есть, когда власти, Зеленский и его окружение, перестают доверять институтам, а доверяют только людям, причем людям своим только доверяют. Не доверяют госкомпаниям, не доверяют наблюдательным советам госкомпаний, где иностранцы, не доверяют там органам по бреде с коррупцией и прочее, только, да, и это такой тренд не очень хороший, потому что, конечно же, институты более устойчивы, чем люди, вот, плюс, также упомянул, что пошел регресс по всем реформам практически, значительный, вместо прогресса, который был, и все это, может, к концу года там привести к нехорошей динамике. Я думаю, возможно, это имел в виду Михаил Саакашвили, когда говорил, что действовать нам нужно срочно и быстро в наших преобразованиях. Скажи мне, пожалуйста, а Рыж Каван какие-то прогнозы на более далекое будущее дал, но хорошо, мы сейчас упадем на 8,5%, я имею в виду национальную экономику, а может быть, в следующем году удастся какой-то рывок совершить, тем более, ну, мы видим, да, экономика оживает, не может экономика, даже, даже если там часть запретов останется в действии, ну, найдут способы, бизнес найдет способы, люди найдут способы эти запреты обходить так или иначе, ну, потому что жизнь не остановилась. Он не дал бы долгосрочный прогноз, он попросту убежал на следующую встречу, у меня было несколько минут, но, если говорить о позитивной стороне этого кризиса, если она есть, это все-таки у нас финансовая стабильность, если ты заметил, во всех кризисах 2015 года, в 2009 году гривна падала, просто теряла, там, девальвировалась, и это был очень большой удар по всем, и по экономике, и по бизнесу, и по людям, потому что, когда ты зарабатывал тысячу долларов, а вдруг через два месяца ты начал зарабатывать 300 долларов, это очень неприятно, это серьезно, ты уже можешь купить, мог купить, знаешь, там, большой чайник, а может только крышку от чайника теперь импортного купить, вот, в этот же раз у нас падения валюты нет, у нас гривна как была 26-27, так она и стоит 26-27, это очень приятный нюанс, все-таки банковская система намного стабильнее, гривна по-прежнему крепка, тут, конечно, вопрос в том, что, ну, мы же работаем с партнерами многими рекламодателями, практически все ужались, все, кто там готов был идти на контракт на миллион гривен, теперь, говорит, у нас есть только 300 тысяч, и это я не шучу, реальные примеры привожу, у некоторых, все траты заморожены до конца июля вообще, да, соответственно, бизнес, активность, конечно, остановлена, там, это целая цепочка домино идет эффекта, на кого это влияет, соответственно, там, в нашем случае медиа не могут заработать, получить заплату, соответственно, мы не можем потратить деньги, и там, мы были потребителем каких-то товаров и услуг, те люди тоже страдают, как бы, да, вот, поэтому я думаю, что к концу лета, к осени, если не будет роста эпидемии, ситуация должна восстанавливаться, и довольно быстро, в принципе, без падения валюты, это лишь вопрос был в том, что 2-3 месяца люди потеряли деньги, они не смогут в такой же степени бизнеса, и люди там, покупать товары и услуги, как раньше, но в целом, какого-то такого глобального, глубокого кризиса, лично я не вижу, я думаю, что в следующем, даже прогнозы, которые раньше, ну, были, да, показывали, что в следующем году у нас может быть довольно существенный рост экономики, который будет связан с тем, что у нас, в этом году низкая база, все упало, и там, вплоть до 5% прироста экономики, если ситуация с вирусом не выйдет из-под контроля, и он не затянется на 8 месяцев, знаешь, там, на 6 месяцев еще, то я лично настроен оптимистично. Но есть еще один вирус по имени Путин, но мы о нем поговорим сразу после новостей и рекламы. Ой, да, этот вирус у нас уже 20 лет есть. Давай, вернем. Снова мы в эфире, снова Виталий Исыч помогает мне вести сегодняшнюю программу. Как и обещали, переходим к следующему вирусу, уже не коронный, хотя отчасти и коронный вирус, потому что вот осталось совсем... А коронный-то там имеется на голове? Да, 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 еще какая. Осталось совсем немного времени до утверждения каких-то безумных поправок, которые фактически его превращают в вечного какого-то бессменного правителя. Скажи мне, пожалуйста, Рожкован, когда перечислял угрозы для украинской экономики, упомянул вот эти вот странные, в последнее время все громче звучащие со стороны Москвы и непосредственно ее все еще руководителя Владимира Путина в адрес соседей, вот эти вот... Ты знаешь, он это упомянул как целый блок, как один из факторов риска. Я был удивлен. Он меня спросил, ты что, не читал статью Путина в National Interest? Я сказал, нет. Он говорит, как ты не читал? Конечно, почитаю эту статью. Говорит, я бы серьезно воспринимал все, что он там написал, и многие здесь это в Вашингтоне обсуждают. Я подумал, что это за статья в National Interest, о которой я не слышал, и которая, если где-то озвучивалась в Украине, то как-то не широко, да? Я нашел ее, прочел ее и в оригинале, и в интерпретации российских медиа, и суть ее сводится к тому, что Путин говорит, слушайте, войны всегда были двигателем прогресса. Они... Это такой эволюционный инструмент, который там разрешал споры. Он объяснил, почему произошла Вторая мировая война. Потому что Германия была унижена и обижена союзниками после Версальского договора, ее хотели оскорбить, поставить экономические наколения. И вот она ответила. Поэтому провел параллель с тем, что не доводите до этого Россию. Ну, это очевидно было, читалось. Вот. Не делайте то же самое. Много, конечно же, удивило времени тому, что решающему вкладу Красной Армии СССР победу Второй мировой, о том, что на Западе многие не понимают, несут чушь, что-то про помощь союзников. На самом деле вклад Советской Армии был решающий. Ну, тут, может быть, и можно согласиться в этом моменте. А в остальных он просто оправдывает войны как инструмент геополитических дискуссий. Объясняет, почему Германия вынуждена была ответить всем, намекая на то, почему мы можем быть вынуждены ответить всем, призывает к сотрудничеству с Россией. И намекает, что если интересы России будут проигнорированы, то вот он инструмент эволюционного развязания споров, я о нем только что упомянул. Там же еще очень важный момент. Он упоминает, что и открыто об этом пишет, что в 39-м и 40-м годах, когда были, ну, фактически Советский Союз выступал на стороне Гитлера и Советским Союзом были оккупированы в частности три балтийских государства, Советский Союз не был агрессором, а действовал в рамках международного права, был вообще белым и пушистым. И, в общем, это такой тоже сигнал. Потому что он действовал по призыву руководства, что-то такое там. Это тоже такой сигнал, потому что... Это такой старый инструмент КГБшный и протертый. Они все время, они имеют в виду КГБ, СССР, ФСБ и Путин, делают одну и ту же одноходовку, даже немногоходовку. В Венгрии, если ты помнишь подавление протестов, там, Чехословакия, ставится ручной свой правитель, который имеет 10-15% поддержки, но имеет официальный статус, он призывает к помощи международной СССР против какого-то там влияния то ли буржуазии и запада империализма и СССР вводит войска. Фашистского заговора. Слушай, то же самое вот Янукович. Ставишь ручного как бы правителя, грубо говоря, он призывает к помощи России. Помогите, потому что здесь бандеровцы, нацисты и американцы пытаются свергнуть законный режим и Россия вводит войска. То же самое делали с Венгрией, то же самое сделали с в то время Прибалтика называли, сейчас Балтийские государства. Это старый, абсолютно тупой как двери прием и он на него ссылается для легитимизации и оккупации стран Балтии. Вот скажи мне, пожалуйста, ведь он же после этого еще в каком-то этом пропагандистском кино рассказал о том, что страны, ныне независимые страны, которые были в составе Советского Союза, ушли из Советского Союза, забрав с собой, я сейчас близко к этому процеду, подарки от русского народа. Ведь это по большому счету угроза, если не всем, то большинству республик бывшего Советского Союза, потому что так или иначе, но Путин же не отказался от своих слов о том, что он распад Советского Союза считает крупнейшей геополитической катастрофой и явно работает над воссозданием Советского Союза. Скажи мне, пожалуйста, стоит переживать по поводу таких слов? Да, ну мы с тобой, мы тут, конечно, подарков получили от России последние 6 лет множество уже. И я думаю, многим стоит. Я думаю, у нас уже никаких подарков, ну, в известном смысле слова, от России не осталось. Я думаю, что многие руководители стран бывшего СССР очень сильно зачесались, где же у них завалялись подарки, которые могут отобрать, начали вспоминать исторические области, которые, возможно, во времена Советского Союза чисто административно были переделены, присоединены то ли к Казахстану, то ли к Беларуси, то ли еще куда-то и теперь могут быть востребованы Путиным назад. Его пресс-секретарь Песков, ну ты знаешь, известный переводчик с языка Путина на якобы язык людей, сказал, что это не стоит воспринимать как угрозу, он просто говорил о прошлом, что в Конституции Российской Федерации не было предохранителей, чтобы такие вещи не происходили. Хотя, конечно, все поняли, что это о будущем. Часть людей на этот парад не приехала, руководители, часть сославшись то ли там на болезни, то ли не... Мы перепрыгнули на парад, да, 24-го числа, случайно выбранная дата, прошел парад. Да, часть людей приехала, я думаю, это стоит воспринимать всерьез. Помимо этого, вот, отметили другие политологи-специалисты, что не только Путин написал статью, написали статью и господин Патрушев, глава ФСБ России, и Медведев. Кто-то написал в западной прессе, кто-то написал в своей прессе, в принципе, для них это необычный консервативный метод общения с аудиториями, причем непонятно с какими до конца. Да, обычно они просто делают, что хотят, ничего не коммуницируют, нигде. А тут Путин размещает статью в Америке, потом ее, конечно, переводят везде и мультиплицируют там в России, а Патрушев и Медведев в России. Понятно, что это некий такой синхронное плавание, сигналов кому-то в мировому сообществу России и прочее. Я прочел анализ этой истории от политолога Павла Баева, я тебе прислал утром статью тоже, это, по сути, российский политолог, который живет в Норвегии, довольно критично настроен по отношению к Путина. Он говорит, что все это, конечно, собрание каких-то старых штампов, написанных литературными рабами Путина и Патрушева, даже не милично, но там какие-то выводы он проводит. Он делает параллели с Белоруссией про то, что в том числе самая большая угроза сейчас будет над Лукашенко, потому что там грядут выборы, ты знаешь, там ситуация непростая, там протесты, Лукашенко арестовывает всех кандидатов альтернативных, ему не с кем больше дружить, комик, как с Россией опять, и вот помощь братская, российская не может быть безвозмездной, она всегда идет плата за лояльность. Там к этому вот шла речь. Смотри еще какая история. Что я узнал, общаясь с нашими коллегами белорусскими? То, что правительство, люди, так или иначе связанные с Лукашенко, пытаются убедить Европу, и в первую очередь послов Евросоюза, работающих в Минске, в том, что как раз основные оппозиционные кандидаты это рука Кремля. и сейчас Лукашенко пытается поддержите Александра Григорьевича, иначе придет, если вы не поддержите Александра Григорьевича, который сейчас одумался и потихонечку, но уверенно, это я сейчас не от себя, а от ней говорю, в 40-м году управления одумался, поворачивается в сторону Европы, тогда придут совершенно точно пророссийские кандидаты. Он указывает на то, что, например, Бабарик работал в структуре, ну, прямо контролируемой «Газпромом», указывает на то, что, смотрите, эти люди, вот они... Бабарик это такой крупный мужчина, которого арестовали. Да, совершенно верно. Он указывает на то, что, вот смотрите, они-то никак не показывают своих проевропейских устремлений, а я-то в последнее время и веду переговоры о визовой оптимизации, и веду там упрощение этого визового контроля, и вообще всячески там готов дружить с вами, сотрудничать, а сейчас придут промосковские, и что... Это старая технология, которую использует Лукашенко, такая разводка дворовая, он пугает Путина Европой, Европу Путином, и умудряется балансировать, из Путина выбивать дешевую нефть и газ, а из Европы выбивать какие-то политические уступки, поддержку. В принципе, хитер, ему это в какой-то степени удается в последние годы, до этого он был, в принципе, персоной Нонграда, грубо говоря, в Евросоюзе. Сейчас ему это удается, но посмотрим, как будет. Что касается вот этих материалов, написанных литературными рабами Путина, Патрушева и Медведева, я думаю, что, в принципе, это такой общий сигнал, как Путин видит мир, как он понимает свои дальнейшие намерения. В принципе, он как бы закладывает фундамент для каких-то агрессивных действий, легитимизирует эти вещи. Он объясняет, почему это сделала Германия, почему она, грубо говоря, имела на это право, потому что ее унизили. Почему мы это можем сделать? Почему мы здесь оттяпали Крым, можем еще где-то оттяпать? Потому что многие забрали подарки и не вернули. И как бы пытается все это обрамить неким историческим контекстом, неким юридическим контекстом. То есть, он не просто там дворовой ракетир, который хочет подойти и дать в глаз, что, в принципе, на самом деле, по сути, такой геополитический хулиган. Он говорит, что, слушайте, я действую в рамках какой-то логики. Эта логика очень понятная и геополитический, и юридический, и исторический. Поэтому вы не можете с ней не считаться. Если будете с ней не считаться, я буду бить всех дальше. Либо считайтесь со мной. Вот, по сути дела, как я интерпретирую эти вещи. У нас осталось всего ничего, я просто времени имею ввиду. Хочу вот еще на что обратить внимание. На этом вот параде со случайно выбранной датой вместо 9 мая, который 24 числа прошел, 24 июня, в качестве, ну, на равных с все-таки приехавшими незначительными главами государств, были еще путинские миньоны, его гауляйтеры из Абхазии и Южной Осетии. Он их фактически презентовал как равных главам, например, Днестровы. Понятно, что это геополитическая комедия. Больше презентовать некого. При Днестрове еще можно так называемый ДНР, ЛНР поставить в один ряд, потому что больше поставить некого. Если немножко у нас есть минута закончить мысль про подарки, Путин-то говорит о подарках, якобы, которые русский народ дал другим братским народам бывшего СССР, но он забывает о других подарках. Я вот несколько лет назад был на Аспен-Берлин, там был большой диалог американо-российский, на самом деле, было 16 конгрессменов, 5 сенаторов и 4 человека от России. И дискутировали в том числе о Крыме. И они утверждали, люди представлялись якобы независимыми, на самом деле они все с МИДом Российской Федерацией связаны были, они утверждали, что Крым всегда был российским, и поэтому россияне, мол, имеют право его отобрать. Но что я говорил, к счастью, я там был один украинец, все-таки мы делали презентацию со Стивеном Пайфером, что послушайте, до этого он был частью Османской империи, что это означает, что нам нужно и Турцию сейчас привлечь к переговорам, он был частью Крымского ханства, там Крымско-Татарское государство было долго, а потом еще вопрос, если вы хотите проводить историческую ревизию, давайте поговорим о землях, которые были частью Финляндии, а теперь часть Северной России, давайте поговорим о Кенигсберге, который теперь Калининград, может быть, если делать ревизию, то и там ее нужно сделать, поэтому у вас какая-то избирательная историческая ревизия, здесь подарки, а здесь не подарки. Исконно русский Шикотан и Туруп и Хабамая. В том числе, в том числе, вот, поэтому у ребят заходит речь о подарках там, где что-то было частью России, и то еще неизвестно, как долго, но они совсем забывают о других территориях и землях, которые сейчас являются частью Российской Федерации, были к ней присоединены на самом деле насильственно, и никогда исторической частью России не были. Виталий, спасибо тебе большое, время наше, к сожалению, в эфире уже закончено. Напоминаю, Виталий Сыч был гостем сегодняшней программы «Мое слово», главный редактор журнала НВ. Еще раз я тебя благодарю, на этом прощаемся. Спасибо, Юра, спасибо всем, кто слушал. Всем всего хорошего, обязательно берегите себя. Счастливо. До свидания.